Ребята, досмотрите это видео до конца, потому что последний пункт, о котором я собираюсь говорить, пока не так очевиден, но он превратится в большую проблему в будущем. По словам Редтрапизоидс Реддита, самая большая проблема, с которой сталкиваются мужчины, это одиночество. Он сказал, что одиночество в том числе состоит и в том, что люди забывают, как общаться с другими людьми. Многие мужчины уже не понимают, как с кем-то завязать дружеские отношения. Один парень сказал, это обо мне. После колледжа все мои друзья разъехались, затем разразилась вспышка ковида. Я работаю удаленно, и я больше даже не тусуюсь с коллегами. Он говорит, что больше года провел в изоляции, в своей квартире и забыл, как общаться и знакомиться с людьми. Печально, но этот парень говорит, что чувствует себя никому не нужным, одиноким и бесполезным. Другой сказал, что парни, если бы моя девушка рассталась со мной, я боюсь даже подумать, насколько одинокой бы стала моя жизнь. Что ж, многие парни дают отличные советы, как можно, в принципе, вырваться из этого поручного круга, как решить эту проблему. Например, можно вступить в разные клубы, но тут нужно убедиться, что вы настроены всерьез. И я с этим согласен. Если вы делаете что-то наполовину, если вы вступили в клуб, но не появляетесь на собраниях, конечно, так вы ни с кем не познакомитесь. Еще нужно прикладывать усилия. Нужно иногда первым протянуть руку для знакомства. Можно почаще. Пожелайте счастливого дня благодарения, узнаете, когда у них день рождения. Поздравьте с днем рождения. Ваше добро вернется к вам. Лично у меня в жизни был трехлетний период, когда я был довольно одинок. Сразу после окончания колледжа я поступил на службу в морскую пехоту, но не очень хорошо был знаком с другими лейтенантами. У нас было мало общего. Мне помогло то, что я пошел обратно в школу. Я выбрал в случайном порядке курсы в местном колледже. Я записался на курс буддизма и на курсы для женщин. Серьезно, я прошел курс по феминизму. На то было две причины. Во-первых, я мало знал об этой теме. У меня довольно консервативные взгляды. И знаете, я хотел быть открытым новой информацией и узнать что-то для себя. Также я понял, что в тех и других классах от 80 до 90% людей были женщинами. Джентльмены, я не буду вдаваться в подробности о своих достижениях в том семестре. Но, скажем так, это было похоже на ловлю рыбы в бочке. Людям было интересно, кто я такой и почему пришел на тот или иной курс. Для меня это время оказалось очень продуктивным. Мне было интересно узнать новую информацию, с которой я не обязательно согласен, если дело доходит до темы феминизма. Я до сих пор учусь пониманием многих вещей в буддизме и медитации. Но, главное, ребята, так я преодолел одиночество. Я нашел возможность быть среди людей, и мы просто начали общаться. Мужчины сталкиваются со множеством проблем. Больше 70% бездомных – мужчины. Около 80% самоубийц – мужчины. Около 80% жертв – убийств – мужчины. 92% смертельных случаев на рабочем месте. И 93% заключенных – мужчины. Далее, в списке самых больших проблем, с которыми сталкиваются парни, это эмоциональные травмы при отсутствии кого-то, кто может оказать поддержку. Мне было грустно читать комментарии и видеть, как у многих парней случаются проблемы, и им никто не помогает. Кого-то били, над кем-то издевались. Иногда это повторяется в чьей-то жизни. Люди пытаются это обсудить с другими мужчинами, а ему просто советуют взбодриться. Уже того, если мужчина пожалуется на проблемы к каким-то женщинам, они станут воспринимать его как слабака. Один джентльмен написал, многие молодые люди травмированы насилием, домогательствами, пренебрежениями и прочим дерьмом. Им некому помочь. Они были просто раздавлены ужасными событиями, но продолжают носить полученные раны в своей душе из года в год. Надежда зародилась во мне, когда я увидел, что многие парни советовали в таких случаях пообщаться с другими парнями по-свойски, по-дружески и обсудить проблемы. Я с этим согласен. Есть вещи, которые я просто не обсуждаю с моей женщиной. Есть что-то, что они не понимают, им это недоступно. Поэтому я не перестаю общаться с другими парнями, с друзьями, которым я могу всегда позвонить. И да, иногда кажется, что разговор идет в одностороннем порядке, потому что я слушаю, а они говорят. Но я когда-то нуждался в них, и они помогли мне. Напишите, есть ли у вас люди, которым вы можете позвонить и с ними пообщаться. Я бы хотел быть уверен, что у вас есть близкие для общения люди. Если же нет, может быть у вас у самих найдутся советы тем, кто хочет справиться с травмой. Лично я нахожу возможность поговорить с другими парнями, и это действительно помогает. Идем дальше. Это лучшее пренебрежение психическим здоровьем. Один человек сказал, мужчины – это люди. Они такие же эмоциональные, как женщины. Им нужна помощь с проблемами, связанными с психическим здоровьем. Лично мне это трудно понять, потому что я вырос в районе, где никогда не говорили о проблемах, связанных с психикой. Считалось, что мужчины должны все это держать в себе. Ты мужчина, ты просто не говоришь об этом. Но я нашел комментарий, в котором говорилось, что у пожарных есть эти проблемы. Люди близкие к ним, полицейские тоже постоянно имеют дело с травмирующими вещами. В этом комментарии говорилось, что этот пожарный вовремя не получил помощь, и в итоге развелся с женой, потому что все происходящее тяжело на него влияло. Проблемы угнетали его. И в комментарии говорилось, эти парни из подразделения пожарной охраны, они пытаются справиться со своими личными проблемами. Но это очень тяжело. Ведь они крутые парни, они пожарные. Они не хотят показать слабость и подвести своих ребят. У мужчин психика тоже может пострадать, а большинство людей рассматривают эту проблему как какую-то шутку. И что же делать, если нужна помощь? Господа, у меня нет определенного ответа. Я рад видеть, что проблемы с психическим здоровьем у мужчин перестают восприниматься в обществе как шутка. Но, возможно, у вас самих есть какие-то предложения. Еще раз, ребята, я с удовольствием читаю ваши комментарии под видео. Если вам понравилось это видео, сделайте одолжение, поставьте ему лайк. Благодаря этому больше людей увидят этот ролик на Ютюбе. Далее, у нас нет чувства цели и идентичности. Мы отказались от старых гендерных моделей, но ничем их не заменили. У молодых людей нет понимания, кем они являются или каково их место в обществе. Я не собираюсь вдаваться в этот вопрос о гендерных моделях. Но я хочу сказать, что вижу, что много молодых людей пытаются вникнуть в какие-то процессы и уяснить себе смысл. Раньше мы видели свой путь, направление движения, развитие. И это облегчало задачу. Теперь мы живем в обществе, где нет недостатка в информации, и люди борются с проблемой, как разобраться в чем-то, как составить свое мнение, как принимать решения. Очень сложно, если у вас нет своего компаса. Для многих людей это их религия, для других их крепкая семья, у которой есть свои ценности, которые многое проясняют. Если же у вас этого нет, как и у многих других молодых людей, возникают проблемы. Вы как будто дрейфуете по волнам без опоры. Итак, что же делать? Вопрос философский, но лично я считаю, что жизнь должна иметь цель. Она имеет цель, потому что мы придаем ей эту цель. И я возвращаюсь к медитациям и к старой, знаете ли, вечной мудрости. Есть тонны книг, недавно написанных на эти темы. Авторы проделали большую работу. Многие детально проработали серьезные вопросы человечества. Однако есть вещи, до которых вы должны дойти сами. Вы не получите свою цель на блюдечке. Далее в списке, неспособность легко найти романтические или платонические отношения. Несколько недель назад я выпустил видео об отношениях. Многие из вас, ребята, облили меня грязью в связи с этим, мол, я вообще не в теме. Так что я снова возвращаюсь к этому вопросу, чтобы исследовать его. Я пытаюсь понять, есть ли что-то, что я пропустил. Но я все равно повторю свои слова, если мы говорим про отношения. Одна из самых важных вещей и одновременно самая простая. Чтобы построить отношения с другими, разберитесь в самом себе. Наладьте связь с самим собой. Займитесь самосовершенствованием. Заполните проблемы в знаниях. Станьте сами человеком, с которым вам захотелось бы встречаться. Не буквально, конечно, но суть вы уловили. Я знаю, ребята, что это общие слова, поэтому если у вас есть какая-то конкретная история, может быть, за последние пару лет, о том, как вам удалось построить отношения, будь то платонические или же романтические, напишите об этом. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. И если вы, ребята, пришлете мне свои интересные истории, я позабочусь о том, чтобы вы получили от меня монету. Да, ту самую красивую РМРС-монету, чтобы наше сообщество стало еще более дружным. А сейчас мы поговорим о следующей проблеме, не такой заметной на первый взгляд, но, думаю, она станет существенной проблемой в будущем. Она заключается в том, что все больше и больше парней не собирается поступать в колледж, не собирается продолжать учебу в вузах, не собирается получать степень бакалавра или магистра. Почему это происходит? Если мы сделаем шаг назад в истории и посмотрим на школьные и учебные заведения в целом, мы увидим, что за последние сто лет ее устройство, кажется, было больше ориентировано на женщин. Мужчины в большинстве не так усечивы, как женщины, но они продолжают ходить в школу, и мы видим, как они продолжают получать высшее образование. Но если вы посмотрите на цифры, по статистике больше женщин учатся в колледжах, и больше женщин оканчивают учебные заведения. Мужчин уже не так жалуют в вузах, как раньше. Многие говорят, что ж, это совсем неплохо, что больше женщин, чем мужчин учатся в школе и в колледже. Поэтому я думаю, что проблема еще не стала очевидной. Проблема не в том, что больше женщин, чем мужчин учатся в колледже. Это прекрасно, но не стоит негативно относиться к мужчинам в сфере образования. Не стоит намеренно создавать враждебную к ним систему. Я не знаю, может быть я надумываю вещи, которых не существует. Вы согласны со мной или нет? Пишите в комментариях. Что ж, господа, какое видео посмотреть после этого? Как насчет 10 основных средств по уходу за собой, которые должны быть у каждого парня? Серьезно, если у вас нет этих средств, узнаете, что они из себя представляют. Посмотрите это видео, вот оно перед вами. Я оставлю ссылку в комментарии, точнее в описании. Так что посмотрите это видео, оно вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok